Проект. Резолюция Третьего Общенародного Собрания Крымских Татар по Совете Представителей Крымско-Татарского Народа при Президенте Украины. 14 мая 1944 года было совершено чудовищное преступление против человечности, геноцид крымско-татарского народа. Репрессии и дискриминация крымско-татарского народа в СССР продолжались до 1989 года. Самотверженная борьба национального движения крымско-татар за реабилитацию народа и его возвращение на историческую родину привела к принятию государства в 1989-1991 годах ряда нормативно-правовых актов, направленных на реабилитацию и восстановление прав, репрессировано крымско-татарского народа. Однако, в результате распада СССР и провозглашения в 1991 году независимости Украины, процесс законодательной реабилитации крымско-татарского народа был на долгие годы заморожен. Эта проблема не разрешена до сих пор. В марте 2010 года президентом Украины стал Виктор Федорович Янукович. Уже 3 августа 2010 года глава государства встретился с представителями крымских татар. На этой встрече были определены стратегические направления деятельности украинской власти по реабилитации и дальнейшему развитию крымско-татарского народа в Украине. Для реализации достигнутых на этой встрече договоренностей и с целью активизации работы по подготовке предложений, по решению политико-правовых, социально-экономических, культурных и других проблем, связанных с возвращением в Украину об устройстве адаптации депортированных крымско-татарского народа, президент Украины издал указ номер 873-2010 в вопросе Совета представителей крымско-татарского народа от 26 августа 2010 года. Совет представителей единственный на сегодняшний день легитимый орган, представляющий интересы крымских татар на высшем государственном уровне Украины. Указом президента Украины Совета представителей предоставлены самые широкие полномочия в сфере разработки и реализации различных программ и проектов по вопросам законодательной реабилитации, развития и привлечения крымско-татарского народа в государственное строительство автономной республики Крым и Украины. К сожалению, из-за деструктивной позиции руководства Меджлиса работа Совета представителей была на длительный срок заблокирована. Таким образом, вся тяжесть и ответственность деятельности по законодательной реабилитации крымско-татарского народа вновь легла на плечи ветеранов национального движения крымских татар и крымско-татарской общественности. Именно с целью добиться принятия в Украине закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа 28 января 2012 года по инициативе ветеранов национального движения крымских татар и 17 общественных организаций и мусульманских общин был создан Крымско-татарский народный фронт. Одной из важнейших инициатив крымско-татарского народного фронта стало обращение к президенту Украины с призывом возобновить деятельность Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Этот призыв был поддержан общественностью на двух чрезвычайных общенародных собраниях крымских татар 18 мая и 18 октября 2012 года. Призыв крымско-татарской общественности был услышан и 30 января 2013 года по поручению главы государства Совет представителей провел свое первое заседание с участием высшего руководства Автономной Республики Крым. Приветствуя возобновление деятельности Совета представителей и признавание его статус как единственного на сегодняшний день легитимного органа, представляющего интересы крымско-татарского народа на высшем государственном уровне Украины, мы, участники Третьего общенародного собрания крымских татар, поручаем Совету представителей крымско-татарского народа при президенте Украины 1. Добиться законодательной реабилитации крымско-татарского народа в Украине, гарантирующей и обеспечивающей восстановление всех социальных, образовательных, гуманитарных, экономических, политических и государствообразующих прав крымско-татарского народа. 2. Всемирно способствовать возвращению крымских татар из мест высылки на свою историческую родину в Крым, возобновив процесс организованного возвращения на основе государственных программ и международных договоров. 3. Добиться увеличения и стабильного финансирования программы возвращения и обустройства крымских татар, обеспечив прозрачное и эффективное распределение и использование выделяемых средств. 4. Создать местные отделения Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины во всех регионах Крыма. 5. Вести активную работу по интеграции крымско-татарского народа в процесс государственного строительства автономной республики Крым и Украины. Принято на 3-м общенародном собрании крымских татар 24 марта 2013 года в город Симферополь. Вы сейчас прослушали резолюцию нашего собрания, но дело в том, что тут было очень много замечаний с зала. Я думаю, если мы этот проект примем за основу и поручим секретариату внести те изменения, дополнения, которые были, будет неправильно, я думаю. Кто за то, чтобы эту резолюцию принять? Прошу поднять руки. За основу, да. У меня замечание есть такое, чтобы, вы знаете, не добиться закона реабилитации, а решить, совет, чтобы решил 69-й годовщине. Я что хочу сказать, что сегодня 3 месяца около 50 законопроектов Верховная Рада Украины не рассматривает. В том числе наш закон о реабилитации депортированных. Я бойкотирую. И если вы видели, дней 10 назад, я смотрю, это трибуна, из трибуны головка выглядывает нашего лидера Межлиса. Он тоже блокирует. Вместо того, чтобы взять деча других, подойти к рыбаку, спикеру и сказать, бракок, 69-й годовщина у нас скоро, давайте же все. Он блокирует. Отрабатывает 12-е проходное место. Решить место требовать. Ну, как раз я об этом и говорил, что мы как-то выступаем за основу. Второе. Значит, прерогатива финансирования, мы не исполнительный орган и не законодательный орган. Надо, значит, резкомнацию и для нашей, допустим, активной помощи, именно не от того, что, если я, например, поеду как председатель совета, я не решу этот вопрос. Совету вместе с резкомнацию добавьте туда, в это дело. Потому что это исполнительный орган Совета Министров. Мы обязательно секретарят это доложим. Они записывают как раз этот вопрос. Это Вентур Романович, это проект. И вы уже сейчас, чтобы Джемат слышал, да, и считали, что Джемат? Ну, мы когда уже за Вентур Романович, когда мы окончательно отработаем, мы обязательно в печати это поместим. И Джемат увидит, что мы сделали все поправки. И третье. Значит, я не так формулировал на сессии, когда докладывал. Значит, я докладывал на сессии Верховного Совета, что в течение года Совет представителей откроет филиалы Советов представителей во всех городах и районах на базе сегодня крымско-катарских чиновников, которые существуют там. И тот чиновник, который не будет поддерживать открытие филиала Совета представителей, я вам гарантирую, он там работать не будет. Который не разделяет мнение народа. Вот так надо записать. Вот так. Закон, который находится в Верховном Совете Украины, он атомизирует народ. Он не нужен нашему народу. И поэтому резолюции надо сказать, что Верховному Совету Украины рассмотреть вопрос, закон, предложенный Милиферка и другими организациями. Потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Не зря. Сидели года назад, полный зал сидел, обсуждали этот закон. И господин Береженский, этот закон Мустафы Джимилева, выступил и сказал, плохой закон, но примем его. О, 25 лет прошло, поэтому четко должно быть написано, закон по реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Насчитайте, там так и написано, Рефат. Будет сделано, Рефат. Ага. Мы вас услышали. Секретарь записал. Сейчас. Просьба. Все. Говорит, что нельзя принимать в таком виде, что поручается реабилитация. Значит, сегодня решает это собрание. Поручить Совету представителей работать в этом направлении и выполнить наказ народа. Принято. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем.